Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 которая здесь осталась после революции. И бесплатное образование все латвийцы смогли получить. Это в счастье для жизни рабочие. Поворот ощутили в судьбе. Это боярс и многие прочие побежали служить в КГБ. А дурачить латышскую нацию злобным нациком ног не втерпешь. И все россказни про оккупацию местных гебельсов подлая ложь. Не ищите для русских булыжники. Их язык не гоните за шею. Это русские, жертвуя жизнями от фашизма, спасли латышей. Граждане, гражданки, свободной Латвии, дорогие товарищи! Сегодняшний день является одним из замечательнейших дней в истории освобождения латвийского народа. Я призываю вас помнить, что народ добывает в себе свободу и счастье в борьбе и в тяжелой борьбе с своими врагами. Я призываю вас помнить о том, что враг – это не краснобаги, это не болтуны, мы – это люди, умеющие практически делать свое мрачное черное тело реакции. И мы, рабочие, христиане, интеллигенция Латвии должны это помнить и черным делам врагов народа уметь противопоставить свои дела по организации, влачению нас, охвату единым чувством любви, горячего патриотизма, горячей преданности честных сынов и дочерей в своей Родине для того, чтобы преодолеть все трудности и вывести в союзе с Советским Союзом латвийскую землю на путь счастья, на путь дальнейшего процветания и материального, и духовного, и культурного, и политического расцвета латвийской земли. Да здравствует наш прочный союз, да здравствует наша борьба, да здравствует наши завтрашними великие исторические победы! Ура! 17 июня начался ввод войск в Латвию и Эстонию. Улманис и Пятс отдали своим войскам приказ оказывать Красной Армии всяческое содействие. Ни одна воинская часть Литвы, Латвии или Эстонии не оказала Красной Армии никакого сопротивления. Вероятно, в 40-м году никто не считал, что их кто-то оккупирует. Хотя страны Балтии стали советскими, границы между ними и остальной территорией СССР по-прежнему были закрыты. И тому были серьезные причины. Латвия, 8 апреля 1941 года. Ликвидирована подпольная организация ТВС-Саркс. Среди арестованных сотрудник Абвера Ганс Шинке. Цель организации – восстание одновременно с нападением Германии на СССР. Депортация подозрительных лиц началась ровно за неделю до начала войны одновременно во всех странах Балтии. Да, в той же Латвии депортация коснулась каждого сотого жителя республики. Но была ли депортация из Прибалтики за неделю до начала войны чем-то исключительным? Нет. Накануне Второй мировой войны массовые аресты были обычным делом в демократических Франции, Великобритании, Голландии. Сажали за малейшее подозрение в связях с Германией, даже бежавших из рейха евреев и коммунистов, даже стариков и детей. В Прибалтике депортации подлежали активные члены националистических и прогерманских организаций, а также бывшие офицеры, полицейские, сотрудники спецслужб и чиновники, но в случае наличия компрометирующих материалов. Компрометирующими материалами понимались связи с зарубежными разведками, прежде всего с германскими. Подготовка к депортации началась за месяц. Составлялись списки, проверялись данные, спецслужбы опирались и на свои собственные материалы, и на информацию от местных жителей. А вот как расценили депортацию англичане. Британский посол Крипс отмечал, они не хотели, чтобы их пограничные районы были заселены пятой колонной и людьми подозрительными в смысле враждебности к советскому режиму. Между тем, чуть позже, в 1942 году немцы признают, 14 июня только из Латвии депортировали около 5000 человек, связанных с немецкой разведкой. Интересно, что эти данные совпадают со сводками НКВД. Однако полностью очистить Прибалтику от германской пятой колонны не удалось. И это стало понятно уже 22 июня 1941 года. Я воевала в партизанском отраде, Брестская область. Это на самой границе. Там только война началась в 4 часа утра, уже в 6 часов у нас были эсэсовцы. Мы на самой границе. Самая страшная жизнь. Мы сразу все ушли в партизанский отрад. И я попала в отрад, где солдаты и офицеры тоже шли с Бреста полураздетые и сразу все в лес. И я туда попала вся наша семья. Мы в отрад был комиссар Беляев, Илья Пичев командир. У меня была моя, я еще молодая была, у меня была одна работа. Я каждый день ходила и информбюро приносила с бригады. И приносила к 9 часам утра к построению. И бывало, что прочитают немцы под Москвой, а мы под Брестом. Мы думали, что мы выживем. Но, видимо, так случилось, что я выжила. Отец у меня погиб. Мы уже сразу, как освободили нас, уже Белоруссию в первую очередь освободили, брата и отца сразу в армию. Они погибли уже в Кенисберге перед концом войны. Я осталась с матерью. Мы приехали по верболке в Латвию поднимать стройку. А теперь мы оккупанты, фашисты. И мы должны не только гордиться ветеранами. Мы должны быть достойными их. Мы должны быть теми, благодаря кому добро будет продолжать побеждать зло, как это происходило, когда воевали наши ветераны. И мы сможем. Потому что нас много, потому что мы вместе, и потому что нас сейчас слышит вся Рига и вся Латвия. Ждем победы в Астриго! Ждем победы в Лизане! То есть, можно устраивать дискуссию. Можно даже и не устраивать дискуссию, потому что это не нужно, если мы говорим о преступлениях сталинского режима. Начиная, извините меня, с репрессии 1937 года и заканчивая всем тем, что происходило дальше, до 1953 года, до смерти Сталина. Никого отношения не имеют к солдатам, которые воевали против нацизма, которые победили против нацизма, и которые победили абсолютное зло. Я честно вам скажу, и всю жизнь хочу сказать, что если бы не Сталин, мы войну бы не выиграли. Я преклонаюсь к Станю. Там на него говорят по-всякому. Ну, всякому. Но я уважала Сталина, и по сей день, я считаю, если бы не Сталин, нас на свете не было. У меня к Сталину хорошее отношение. Потому что я работала, получала зарплату, жила непедло, на зарплату, работала полтора оклада. И я здесь жила, жила в Риге. Настолько была, как бы сказать, пропаганда была, что верховная главнокомандующая, главное, когда уезжало правительство из Москвы, и нам сообщили, Сталин остался в Кремле. Это вы представляете, что было? Все, значит, мы все устояли. Я вам скажу, что неплохое отношение к Сталину. Неплохое. Неплохое. Они шли, и до него кричали за Сталина, за Родину. Передовую шли, кричали за Родину, за Сталина. Вот так шли. Рыночная площадь в Резыконе. Когда гитлеровцы уничтожили всех жителей села Аудрини, 30 человек были расстреляны публично. Здесь, у тюремной стены. В этом здании находился главный штаб карателей. Который ему руководил Альбертс Эйхелис. Свой первый приказ он подписал 26 августа 1941 года. Вечная благодарность и слава фюреру Великой Германии Адольфу Хитлеру, начальник Резыкненского уезда Эйхелис. А в канун Нового года Эйхелис подводит итоги. За короткий срок мы сделали немало, но еще больше работы впереди. Да, за этими словами стояли тысячи уже уничтоженных людей и тысячи невинных, обреченных на смерть. В 1998 году Латвийский Сейм принял декларацию о латышских легионерах. Она ставила целью восстановления исторической справедливости и доброй памяти латышских воинов. С этого момента в Латвии началась активная реабилитация легионеров СС. 16 марта, один из примечательных дней в боевой биографии легиона, был объявлен памятной датой. На следующий год жители Риги стали свидетелями шествия ветеранов. Тех самых, что в 1943 присягнули на верность Адольфу Гитлеру. Легионеры ВАФНСС не желают разделить ответственность с гитлеровскими преступниками, осужденными Нюрнбергом. Между тем, 60 лет назад Нюрнбергский трибунал вынес однозначное решение по поводу всех подразделений, входящих в СС. Рассматривая вопрос об СС, трибунал включает сюда всех лиц, которые были официально приняты в члены СС, включая членов общих СС и членов любого рода полицейских служб, которые были членами СС. Несмотря на военную необходимость, Гитлер все же не до конца доверял не совсем арийским латышам. До 1944 года Латвийский легион на фронте не появлялся, а выполнял привычные для себя карательные функции в тылу. Работы хватало. Всего в Латвии было создано 46 тюрин, 23 концлагеря и 18 еврейских гетто. На территории Латвии было истреблено 300 тысяч мирных жителей, в том числе около 40 тысяч детей и более 330 тысяч советских военнопленных. Принимали легионеры участие в карательных акциях против партизан Белоруссии. Дата 16 марта 1944 года, о которой так любят вспоминать некоторые политики, на самом деле была ознаменована большими потерями Латвийского легиона в боях под селением Апочки Псковской области. Обстрелянный Катюшами, он был настолько деморализован, что полностью утратил боеспособность. Тогда впервые в истории Третьего рейха было принято решение переподчинить эсэсовцев пехотному командованию. Большее унижение для эсэс, элиты гитлеровской армии трудно было придумать. В дальнейшем легионеров отвели в тыл и использовали на строительстве оборонительных сооружений в Восточной Пруссии. Здесь они попали в окружение вместе с курлянской группировкой Вермахта. Поскольку легион больше в боях не участвовал, это позволило многим латышам избежать советского плена и сдаться союзникам. Шеи, не талу на Лиапађе, рапаз, журе и веще, отклайши ввел вина баига хитлерищу нозиегума пэдас. Девини атведасим тьем небаимыгу цилвеку, сирмгалджи, севиетис и бэрнус. Апшаватус веселам группам, у катрай накамай группай лига апрактие прекшай у литис. Люди мира, на минуту встаньте! Слушайте, слушайте, буди со всех сторон. Это раздается в Энгальде. Колокольный звон, колокольный звон. Эта восродилась и окрепла В бедном туре пралепная кровь Эта жертвы божьи и светла И поскали вновь И поскали вновь Сотни тысяч заживо сожженных Строятся, строятся в шеренке кряду ряд Интернациональные колонны С нами говорят, с нами говорят Слышите, кровавые островы Это не гроза, не ураган Это бихрян и попьяны Стонет океан, тихая океан Это станет, это станет, тихая океан И следующий год от 25 до 26 годовщины октября Является переломным годом Отечественной войны Этот год был переломным Прежде всего потому, что В этом году Красная Армия Впервые за время войны Удалось осуществить Большое летнее наступление Против немецких войск Причем немецко-фашистские войска Под ударами наших войск Оказались вынуждены Поспешно оставлять захваченные территории Нередко спасаться бегством От окружения И бросать на поле боя Большое количество техники Складов вооружения Боеприпасов Ранными солдат и офицеров Теперь, когда Красная Армия Развивая успехи Зимней кампании Нанесла немецким войскам Могучий удар Летом Можно считать Окончательно похороненной Басню о том, что Красная Армия Не способна будет Вести успешные наступления В летнее время И в текущий год показал Что Красная Армия Так же хорошо Может наступать Летом Как и зимой Овладев Ригой Красная Армия Освободила последнюю Из семи столиц Союзных республик Находившихся Под вражеским игром Вместе с частями 3-го и 2-го прибалтийских фронтов В город победоносно вступили полки латышского корпуса Под командованием генерал-майора Брандкална Братская встреча Рижан со своими освободителями Превратилась в мощные демонстрации единства латышского народа с Красной Армией Три с лишним года население Риги ждало этой встречи Рига возвращена советской стране Врага 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 Сога петли к густам. Кайниек, которые они находятся, они находятся в густах. Каульс, который садится с дзеллз, зелта, брюнненнеку, 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 брюнненнекиски аиста саву командири, подождают густу 12. танку дивизию. Спелмани, они спележат с человеком. Тауту брюйбу и лаими они спележат. Уз кое они сейчас спележат? Возможно, дзеллз и брюнненненнеку, брюнненненнеку. Каута ритти, макође, то верно, роги, я багри паута, узмарас, бедку, носкаѣу. Каута ритти, макође, бедку, носкаѣу. Каута ритти, макође, Каута ритти, макође. Каута ритти, макође, Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро п furnос למ�о количества Казахстан! Одех STR Добро пожаловать с Казахстаном! Риваgs конкурен unfinished в Казахстан! Казахстан – Ор cal cours. Валдемару Пулци, который погаялся годом отгрезал на Вацией. Он страдал как Рижи Сорси Рига мастерс фильмы кино-студий. наудача репорта и евро и мая цену подсерднан с в сан претенцией поле линайя подома рубля веертийку поле линайя дарба лау жу реалово агаллова евро и повару шанс еды от айфирс бейс он же снижал Он не повышал, снижал. Каждый раз скажут, вот понизили цены, хоть на что-то, хоть на кусок мыла, хоть на какой-то материал кусок, но цены понижались. Когда Сталин сказал, что цены снизить, все были очень довольны, все были очень рады. А теперь только выше, 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 выше. А у нас пенсию не повышают же. Как заплачешь? Я первым долгом все заплачу тогда, а мне что остается? Вот это вопрос. Очередь в продуктовый пункт Красного Креста на Гайзине 7, хоть и длинная, но движется довольно быстро. Чтобы скоротать время, кто-то берет с собой книги или журналы, но большинство малоимущих читают свои счета за отопление и ужасаются. Ничего не получается. Вот за квартиру отдашь всего 85 лад, да? За все я считаю, за все услуги. И что там остается? 60 лад. А как жить на 60? А я двадцать, когда будет больше. Квартплата и все, понимаете, столько процентов. Это невыносимо, конечно. Если я говорю, все так вот намотать в голове, так вообще чокнешься. Цены так подскочили, что пенсии уже ни на что не хватает. 30 ладов социальную помощь получаю и не трачу. Берегу на случай, если за квартиру повозят, чтобы заплатить, а то выкинут на улицу. Пенсионеры не падают духом, хоть и приходится стоять в очереди за продуктами на морозе. Находят в себе силы даже шутить. Бывает, хочется, бывает и 40 минут, и да, да, да. И вы несколько раз стоите, чтобы за несколько месяцев получить, да? Бывает, если нет продукции, то за два месяца, за три, а так за один. Вот теперь сказали, в январе получим, и до июня месяца будем. Ничего не будет. Ничего не будет. Хватит вам вот этого того, что дадут до мая? Мы рассчитаем по стаканчику, сколько входит в кастрюль, в рацион продукции. Как доктор говорит, много есть не надо. Вот сложите руки, сколько сюда поместите, столько скушите. В прошлом году на продуктовые пайки могли претендовать 200 тысяч малоимущих, в этом году уже на 40 тысяч меньше. Согласно документу, который 8 января приняло правительство. Да и сами пайки за год выдадут только 7 раз. Их объем будет ощутимо меньшим. Так, с июля на месяц малоимущим полагается всего по 400 граммов порошкового молока, кило макарон, по 400 граммов риса и гречки, полкиломанки, полкиломуки и 250 грамм тушенки. Красная гвардия твердо шагает, пусть паразиты в страхе дрожат. Им, возомнившим себя господами, будет устроен второй Сталинград. Выше вздымайся, красное знамя, смерч революции. Неотвратим социализм, родина Сталин в красных шеренгах. Врага победим, смело вперед, от гнета проклятого освободимся в новом огне. Экспроприация экспроприаторов, вот что сегодня нужно в стране. Выше вздымайся, красное знамя, смерч революции. Неотвратим социализм, родина Сталин в красных шеренгах. Врага победим, в цепи банкиров, в узду олигархов, монетаристов на лесоповал. Слава труду, смерть капиталу, классовых битв ярче накал. В советское время детей выучила. Сейчас бы это было просто невозможно. Я получала продуктовый паек в декабре. И вот сейчас, первый раз в этом году, теперь до июля придется эту помощь растянуть, чтобы выжить. Но слуги народа, наверное, только порадуются, если мы, старики, до лета не доживем. И нас отвезут на Яунтемское кладбище. Будем же, братья, в борьбе непреклонной. Красному знамени верность хранят. Пусть ренегатам, катай колонны, станут наградой тюрьма и петля. Выше вздымайся, красное знамя, смерч революции неотвратим. Социализм, родина, Сталин в красных шеренгах. Врага победим. Выше вздымайся, красное знамя, смерч революции неотвратим. Наши вожди, Ленин и Сталин, с ними и вместе врага победим. Провожали его. Многимиллионно просто все. Искренне было. Искренне. Я не знаю, я тогда не понимала, может там политики по-другому как-то. А простой народ шли за ним. У нас, я сколько знаю, я тогда работала в поликлинике, у нас тоже были медсестры военные. Плакали, когда Сталин умер, лились слезы. Ну, нам жалко его было. Конечно, было как-то грустно, грустно. Даже, можно было, как говорят, поплакали. Просто, вы знаете, как-то было такое чувство, что что-то переменится, что-то пойдет не так. Сталинс мирс. Сталинам мусу виду вайрс нав. Там грути тицет, ар то грути самеринатес. Шивейс изсоца дзиля сапес, падомжу ляужу сирвиз, миллионим дарба ляужу сирвиз, Сбиса-пасауды. Трудящиеся столицы шли в колонный зал для великого прощания с гениальным вождем и учителем трудящихся, Иосифом, Иссарионовичем, Сталином. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Только до 20-го съезда коммунистическая партия была действительно коммунистической, но с 20-го съезда она перестала быть коммунистической, я уже говорил об этом в своем выступлении. Она стала чисто оппортунистической партией, то есть общенародной. А общенародная она не представляет какой-то класс. Вы считаете, что те тенденции, которые в последнее время к партии, они неверные? Они совершенно неверные. Они и привели нас к этому краху. Они и привели, что партия, что вот этот партийный аппарат, он превратился в диктатора. А раньше? А раньше до 20-го съезда партийный аппарат был под контролем рабочего класса. Каждый аппаратчик состоял в первичной организации на заводе, на учете. И его любого секретаря райкома партии на партийном собрании могли прочихвостить, если он плохо работал. Но сейчас же они отделились, аппаратчики отдельные, своя партийная организация первичная, а рабочие своя. Они отделились от рабочих. Павел Иванович, вы верите в коммунисты? Я верю, я коммунист, дом из хакостей. Другого, понимаешь, исторически другого нет выхода, вообще у людей нет другого выхода, как идти к коммунистическому обществу. Продолжение следует...